Аллах Субхану Та'алли сказал Поистине боятся Аллах Субхану Та'алли среди рабов только знающие, только ученые Даже братья один из наших шейхов говорил То, что здесь Аллах Субхану Та'алли, тот кто знает арабский язык, знает, что пришло слово улема Не просто улема, а аль улема То есть с тарифом, то есть он братья в определенной форме То есть именно ученый, даже не просто знающий, а именно ученый То есть который достиг великой степени знаний То есть если бы просто улема было бы сказано просто без аль То есть имел ввиду даже талиб, аль и так далее, то все они боятся, нет То есть настоящим, то есть боязнь Аллах Субхану Та'алли У кого появляется, когда человек становится действительно ученым Когда у него Аллах Субхану Та'алли открывает его сердце для знаний И он начинает действительно понимать эту религию Про них говорят, тот чья стопа, как говорится, крепко держится в знании Вот они действительно боятся Аллах Субхану Та'алли Взрослые это бывают, мужчины и так далее Поэтому братья даже имамы Дару Кутни, братья Один из великих имамов хадисов, мухадисов, говорил, что я начал учиться не ради Аллаха, но Аллах не пожелал ничего другого, кроме того, чтобы это было ради него одного. То есть вначале ты не знаешь, какие-то может сомнения появляться и так далее, что-то нравится, особенно, братья, это у нас бывает, когда мы приезжаем в земли, которые люди не привыкли, это среди арабов, это норма, ты говоришь, кто-то говорит и так далее, все с бородами ходят, платки носят, все в камисах ходят и так далее, а ты никого не удивишь. А тут ты приезжаешь в Россию и говоришь, смотри, сказал, арабский знак, и на тебя как на имама Ахмада смотрят. Или если ты сказал не просто в хадисе сказал прок, а например, сказал хадис от Абу Гурейры, который привел имама Аль-Ухари, Аллаху Акбару, это мухадис нашей умы говорят. И действительно студенту это бывает фитна, братья, он смотрит и действительно думает, маша Аллах, оказывается, я действительно такой-то, такой-то, и поэтому, субханаллах, случается то, что случается. Поэтому братья действительно боятся Аллах, только именно ученые, которые достигли этой степени, им уже ни до чего дела нет. Хорошо. Поэтому это братья даже знают некоторые, то есть отходя от тем, некоторые братья правители, говоря про братья секту Ихван Аль-Муслимин, как-то, то есть, рассказывают, говорят, один из амиров сидел и сказал, говорит, ты знаешь, мы их прекрасно знаем. Ну вот всех вот эти, которые как бы себе бородатые ходят, мы их все знаем. Вот я тебе покажу пример. И он прямо перед человеком берет, звонит, то есть, это был один из больших таких амиров, неважно кто это, и звонит одному из вот этого джамата. Звонит и говорит, шейх, саламу алейкум, туда я ставлю, извини, разбудил, да, вообще не проблема, там, вообще не парься и так далее и тому подобное. Он говорит, слушай, мне нужно в такую-то страну европейскую полететь, и со мной женщина, говорит, которая мне не махал, можно мне или нельзя? Тот молчит, говорит, ну, в основе своей нельзя, но ты, инш'ала, ты себя держи и так далее, тебе нет проблем, тебе можно, говорит, все, говорит, все, джазак Аллахан, шейх. А сейчас смотри, звонит шейх ибн-набаз, да, джазак Аллахан, шейх, как дела и так далее и тому подобное, а Мир ему говорит, нет, такой же вопрос. И шейх начинает, итахилля, лаяйаджуз, побойся Аллах, нельзя, говорит, как так? Аллах субхарок, алеса не запретил, Аллах субхан 천хи начинает, начинает. Говорит, видишь, мы их прекрасно знаем. То есть, этот ищет форточки, как говорится. Да вообще без разницы, ты его заберешь там плетьми, забей, да вообще без разницы. Я говорю тебе истинно вот так, а как был имам Ахмад и другие имамы нашей общины, братья. Да и шейх Аль-Альбани, братья, сколько примеров у него есть такого же. Аллаху настаам. Говорит шейх Фаузан, То есть тут подразумеваются какие улема, то есть ученые, братья, именно ученые шариата. Именно ученые шариата, которые знают эту религию, хорошо? Что касается, братья, инженеров, каких-то там производителей и так далее, и тому подобное, которые там, как называют, инноваторы и так далее, или же там медики самые, там прославлены на весь мир и так далее, они, быть может, даже не знают Аллаху настаам, или в принципе, то есть не знают, что есть там Аллаху настаам, не знают, какие права у Аллаху настаам и так далее. То есть даже если они знают Аллаху настаам, чаще всего их познание бывает, то есть кратким, хорошо? То есть они имеются полностью Аллаху настаам, не знают, кто он, как он и так далее, и тому подобное, как к нему взывать надо. Не знают это всего, алейкум ассаламу, рахматуллаху, баракату. Но те, кто действительно знают Аллаху настаам, это кто такие ученые этого шариата? Аллаху настаам, поэтому сказал, Почему? Потому что они знают Аллаху, с его именами, с его атрибутами, знают право Аллаху. И это, братья, ни в медицине, братья, ни в инженерии, нигде это не обучают. То есть, быть может, максимум, чего они добьются через свои науки, это единобожие в господстве. Кто-нибудь скажет то, что такие-то вещи и так далее, то есть увидит какой-нибудь там Стоунхендж и скажет, что в такое время невозможно это было какой-нибудь. Инженер скажет, значит, Господь есть. Или же медик скажет, открыв там тело человека, скажет, как же, то есть это прекрасно, по-любому это не взрыв сделал, это сделал Аллаху. Хватает этого или не хватает? Не хватает. Поэтому, братья, тавхиду л-улюхия, единобожие Аллаху, то есть праве на поклонение, это получается только через шариатские знания. Хорошо.